Прямо сейчас Тирасполь строится заново, в новом цифровом виде. Виртуально уже можно прогуляться по мосту через Нестер, пройти мимо гимназии к Верховному Совету, посмотреть на статуи Ленина и Суворова. Если все сложится хорошо, в недалеком будущем Тирасполь станет игровой площадкой знаменитой игры Роблокс. Если не знаете, что такое Роблокс, спросите у ваших детей или внуков. Это не просто популярнейшая игра или игровая платформа с миллионами игроков и миллиардами игровых часов. Это целая мультивселенная. Частью этой вселенной станет и наш Тирасполь. Интересно, что его строительством занимаются люди, которые здесь никогда не были. Тирасполь они знают и создают только по фотографиям. С разработчиками цифрового Тирасполя и с теми, кто понимает, насколько сложно поместить город в игру, поговорил Александр Большаков. Двое парней из Европы строят Тирасполь в популярнейшей игре Роблокс. Они здесь никогда не были. Все фотографии берут из интернета, а схему с гугла. Мы приехали в центр и сейчас посмотрим на те места, которые уже готовы и сравним их с реальностью. Начинаем с Кицканского моста. Здесь пока все очень сыро. Нет перил на мосту, нет этой надписи, которая у них изображена. Но разработчики говорят, они еще будут доделывать этот мост. Мемориал славы в принципе такой же, как и в жизни. Вот там, который почти не отличается. Там часовня, а там плиты с именами погибших и фигура скорбящей матери. Ребята, которые строят цифровой Тирасполь о Приднестровье, узнали всего пару лет назад. Вот один из разработчиков Артурик Плей. Так он подписан в самой игре Роблокс. Родители Артура жили в Латвии еще при Советском Союзе. Русский парень знает хорошо. Сейчас он живет в Британии, а в свободное время строит Тирасполь в Роблоксе. На самом деле в Роблоксе я уже давно. С 2018 года я начал играть в Роблокс. И потом, спустя, кажется, пару лет, я решил стать разработчиком из любых игр. В один момент я решил, почему бы не открыть студию и попробовать что-то сделать. А мы подходим к Верховному Совету. Его папа, разработчика Артура, видел еще в 1984-м. Тогда памятника Ленину еще не было, его только строили. Сейчас виртуальному Верховному Совету не хватает только кондиционеров на фасаде. С Артуром работает его друг Никита. Парни познакомились в игре и никогда не виделись. Они говорят, были и другие идеи, какой город начать строить. Но когда узнали о Тирасполе, поняли, это то, что мы хотим. Тирасполь выдавался из всех других городов, из которых я думал. Потому что никто на самом деле, многие люди, которые пытались создавать Тирасполь до этого, им не получалось в Роблоксе. Вообще ни у кого не получалось. А у нас в первый раз, за первые несколько лет, мы смогли создать Тирасполь, ну не в один-в-один, но хотя бы хоть как-то. В Роблоксе играют сотни миллионов человек по всему миру. В самой игре десятки и сотни тысяч игровых пространств. Это целая мультивселенная. И свою игру в этой вселенной может создать любой человек. Чтобы узнать, насколько это сложно, мы приехали в Академию IT в Тирасполе. Тут детей учат делать роботов из лего и программировать их. А еще создавать игры в Майнкрафт. Это что-то похожее на Роблокс. В Роблоксе мы можем делать абсолютно любые объекты, максимально приближенные к реальным объектам. Если они прям вот тщательно каждую деталь моделировали, то это может уйти по две недели на каждый дом, например. Если прям очень тщательно. Мы тоже попробовали что-то построить на скорую руку, хотя бы отдаленно напоминающее наши места. Вот воткнули колесо обозрения, как в парке Победа. Но мы взяли уже готовое колесо, а парни из Роблокса сами делают точную копию нашей реальности. Продолжаем экскурсию по Тирасполю. Мы прошли чуть дальше от Верховного Совета, и вот этих высоток, как в игре, в реальности нет. Дело в том, что парни делали еще первый вариант Тирасполя, схематический, пробный. А чтобы было все как по-настоящему, ребята обращались даже в наш МИД. Никита обращался в МИД. Он отправлял фотки нашего Тирасполя, которого мы создавали. Он хотел узнать, как Тирасполя выглядит близко, как выглядит Тирасполя вблизи в реальной жизни, потому что мы хотели же все воплотить в Роблоксе. Даже погода в реальности сейчас соответствует картинке из игры. Мы даже носим с собой зонт, вдруг дождь. Но в итоге разработчики сказали нам, что хотят изобразить Тирасполь солнечным. Здесь будет своя валюта, экономика, много профессий для игроков. В общем, Тирасполь в Роблоксе будет процветать. Хотя мы сначала думали, что его изобразят типичным криминальным городком из 90-х с советскими памятниками и милиционерами. По статистике, половина детей Америки играют в Роблокс после школы. Скоро американские школьники смогут поиграть в цифровом Тирасполе. А мы подошли к столичной гимназии. Здесь наверняка дети тоже играют в Роблокс. В игре Артура из Лондона она почти как в реальности. Не хватает только пары окон и памятника Зелинскому. Ребята признавались, что памятник им строить сложнее всего. Каждый изгиб они прорабатывают вручную, готовые варианты не берут. Поэтому пока и Ленину Верховного Совета не в той позе, что в реальности Суворов похож на колосса Родосского. Посмотрите, насколько Суворов больше реального, особенно по сравнению с Дворцом Пионеров. Он сейчас выглядит просто каким-то ларьком. Ну и улицы у нас, конечно, пошире. Зато ребята не забыли о наших городах и их флагах, и флагах других непризнанных республик, друзей Приднестровья. Пока на этом все. Дальше парни в Роблокс-реальности хотят построить Екатерининский парк, музей, фонтаны и кинотеатр. Когда на это все можно будет посмотреть глазами своего персонажа, они не говорят. Кстати, если кто-то из Тирасполя готов присоединиться к их команде, чтобы сохранить масштабы, ускорить процесс, они готовы принять. Александр Большаков, Александр Кракелан, Александр Зелинский. Отражение.